Лыжи подбирают по росту. Для этого надо поставить одну лыжу перед собой и поднять вверх руку с пальцами, зажатыми в кулак. Верхний конец лыжи должен упираться в кулак. Чтобы правильно подобрать лыжные палки, надо поставить одну палку рядом с собой и вытянуть прямую руку в сторону. Верхний конец палки должен быть на уровне плеча. Лыжные ботинки должны быть на один размер больше, чем обычная обувь, так как их надевают на две пары носков, хлопчатобумажные и шерстяные. Если ботинки подобраны правильно, то они не сжимают и не натирают стопы, ногам в них удобно. Лыжные крепления устанавливают в зависимости от размера лыжных ботинок в специальных мастерских. Одежда для ходьбы на лыжах должна быть удобной, не сковывать движения. Костюм лыжника состоит из спортивного шерстяного костюма, ветровки, шапочки и варежек. Ходьба на лыжах очень популярна в нашей стране и является доступным, увлекательным и полезным занятием, прекрасным средством укрепления здоровья, закаливания, развития выносливости. Выносливость – это способность человека выполнять физические упражнения допустимой интенсивности, возможно более длительное время. Польза от повышения выносливости. Занятия на выносливость тренируют не только мышечные волокна, но еще и сердце. Улучшается работа легких, это способствует увеличению количества кислорода в крови. Уменьшается количество молочной кислоты, которая вызывает болезненные ощущения при физических нагрузках. Улучшается работа капилляров и их количество, что полезно для транспортировки крови в мышечные волокна. А теперь поговорим об упражнениях, которые помогут развить навыки для катания. При обучении техникам передвижения на лыжах не обязательно нужны лыжи. Такие упражнения называются имитационными. Они копируют отдельные части лыжного хода или весь ход в целом. Например, посадка лыжника, маховые движения руками, отталкивание ногой с выпадом. Очень часто лыжники при прохождении трассы чередуют способы ходьбы на лыжах. Лыжные трассы могут быть достаточно ровными, а могут проходить через пересеченную местность с множеством подъемов и спусков. Очень важно уметь выбрать правильный лыжный ход на том или ином отрезке. Подъемы по невысоким склонам осуществляются с помощью попеременного шага. Здесь применимы те же принципы, как и при привычной ходьбе. Только с увеличившимся наклоном всего корпуса относительно следования, распределяя таким образом центр тяжести и усиливая упор на палке. При отсутствии условий для скользящего шага, по причине недостатков сцепления лыж со снеговым покровом, применима техника ступающего шага. В зависимости от крутизны склона потребуется большее по ширине разведение лыжных носков и уклон на внешнее ребро с усилением опоры на палки. Основная стойка лыжника, ноги слегка согнуты в коленях, а тело наклонено вперед. Не отрывая лыж от снега, сделать скользящее движение вперед правой ногой, перенеся всю тяжесть тела на нее. Как только почувствуете, что правая лыжа останавливается, сделайте то же движение левой ногой. Чем сильнее будет толчок, тем длительнее будет скольжение. Елочка применяется на более крутых склонах, когда ступающим шагом преодолеть подъем трудно. Чтобы избежать скатывания вниз, необходимо увеличить сцепление лыж со снегом за счет разведения носков лыж в стороны. След от лыж напоминает ветки елочки, поэтому и получил такое название. Лыжи ставятся на внутренние ребра, при этом пятки лыж не должны перекрещиваться, палки ставятся по бокам и сзади лыж. Полуелочка. Вариант, применяющийся для восхождения на средние по высоте склоны, двигаясь вверх наискосок, в чем его отличие от классической елки. Необходимо, чтобы верхняя лыжа двигалась прямо, параллельно маршруту следования. Носок, находящийся снизу, отводился в сторону, а при шаге делался упор на ее ребро. Ставить палки следует с применением перекрестного координационного метода, ниже верхней лыжи и выше нижней. Лесенка применима при восхождении на самые высокие склоны. Осуществляется данный способ при боковом положении лыж перпендикулярно горному склону с попеременной перестановкой шага на внешнее ребро верхней и внутреннее нижней. Палки упираются синхронно шагу, одна над верхней лыжей, другая под нижней. Способы спусков на лыжах. Пересекая неровную заснеженную местность по горному склону с различными препятствиями и сложностями, потребуется умение мгновенно переориентироваться в сложившихся, часто неблагоприятных условиях. Чтобы обойти тяжелые, ненадежные участки, представляющие опасность для лыжника, следует помнить, что спуски и подъемы на лыжах подчинены биомеханическим принципам, а потому все, что потребуется, следовать установленным правилам спуска безо всякой импровизации. Основная стойка обеспечивает наибольшую устойчивость на спуске, удобно и наименее утомительно. Ноги слегка согнуты, лыжи расставлены на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга. Туловище наклонено вперед, вес тела равномерно распределен на обе ноги. Руки опущены и немного вынесены вперед. Палки почти параллельны склону, кольцами назад. Высокая стойка отличается от основной более выпрямленным положением туловища. Ноги слегка согнуты для амортизации неровностей спуска. Одна лыжа немного выдвинута вперед для удержания равновесия в передне-заднем направлении. Применяется стойка главным образом при необходимости уменьшить скорость и на более крутых склонах. Низкая стойка применяется на открытых пологих склонах, длинных и прямых участках спуска для достижения наибольшей скорости. В низкой стойке лыжника ноги сильно согнуты, туловище наклонено вперед, руки с палками вытягивают вперед. Вес тела равномерно загружает стопу ног. Торможение плугом применяется при спусках с небольших пологих склонов. Выполняется за счет сведения носков лыж и разведения пяток в сторону. Лыжи при этом ставятся на внутренние ребра, а ноги слегка сгибаются в коленях. Торможение упором применяют при спусках наискось или на ровном раскатанном склоне, а также для резкой остановки на равнине. Торможение осуществляется одной лыжей, находящейся ниже по склону. Теперь давайте познакомимся с известными российскими спортсменами, которые достигли больших успехов в лыжном спорте. Зимние Олимпийские игры в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, США. Михаил Иванов. Золото, 50 километров, классика. Юлия Чепалова. Золото, спринт. Полтора километра, свободным. Серебро. 10 километров, классика. Бронза. 15 километров, свободным. Масс-старт. Зимние Олимпийские игры в 2006 году в Турине, Италия. Евгения Медведева. Бронза. Лыжные гонки, 15 километров, дуатлон. Евгений Дементьев. Золото. Лыжные гонки, 30 километров, дуатлон. Серебро. 50 километров. Иван Алыпов и Василий Рочев. Бронза. Лыжные гонки, спринт. Алена Седько. Бронза. Лыжные гонки, 1,5 километра, спринт. Виктор Лебедев. Бронза, фристайл. Юлия Чепалова. Серебро. Лыжные гонки, 30 километров. Зимние Олимпийские игры в 2010 году в Ванкувере, Канада. Никита Крюков. Золото. Лыжные гонки, классический спринт. Александр Панжинский. Серебро. Лыжные гонки, классический спринт. Екатерина Илюхина. Серебро. Сноубординг. Зимние Олимпийские игры в 2014 году в городе Сочи, Россия. Александр Легков. Золото. 50 километров. Мастарт. Максим Валикжанин. Серебро. 50 километров. Мастарт. Константин Гловацких. Бронза. 50 километров. Мастарт. Продолжение следует.